Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о том, что такое учебный план и как его составить в соответствии со всеми требованиями нормативных документов. Учебный план является частью основной образовательной программы соответствующего уровня образования. Структура программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 70% и 30% соответственно для основного уровня образования. Обязательная часть – это учебные предметы из обязательных предметных областей, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – это содержание, направленное на углубление изучаемых предметов, введение учебных курсов и модулей для выбора обучающимися и внеурочная деятельность. Все это содержание работает на достижение результатов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. Учебный план представляет собой распределение учебного времени на изучение предметов из обязательных предметных областей, а также на учебные курсы и модули. Внеурочная деятельность не входит в учебный план. Для нее составляется отдельный план внеурочной деятельности. Отличие внеурочки от курсов учебного плана заключается в том, что занятия проводятся в форме отличной от урочной. Например, уроки экскурсии, классные часы, консультации, проектная и исследовательская деятельность учащихся, различные кружки и объединения. Для учебного плана и плана внеурочной деятельности существуют нормы по объему часов на уровень образования. Для учебного плана эта норма по действующему стандарту составляет от 5267 до 6020 часов, по новому стандарту от 5058 до 5549 часов. Для внеурочной деятельности до 1750 академических часов как по действующему, так и по новому стандарту. Таким образом, соотношение 70% и 30% выражается в академических часах от общего объема программы учебного плана и внеурочной деятельности. Важно понимать, что дополнительное образование не является частью основной образовательной программы школы, а является отдельным видом образования и может реализовываться как на бюджетной, так и на вне бюджетной основе. О связи основного и дополнительного образования, а также их различии, мы поговорим в одном из наших следующих видео. Обратимся к технологии составления учебного плана. Учебный план включает обязательные предметные области, в которые входят учебные предметы и курсы, а также курсы, части, формируемые участниками образовательных отношений. При распределении часов мы руководствуемся исполнением необходимого объема часов на уровень образования, а также санитарными требованиями и нормами к максимальной недельной учебной нагрузке. Надо понимать, что количество часов на изучение того или иного предмета не регламентировано. Образовательная организация определяет это самостоятельно, ориентируясь только на стандарт в части требований к образовательным результатам. Курсы по выбору в учебном плане направлены на развитие содержания и удовлетворение разнообразных интересов и потребностей обучающихся. Курсы могут быть как инвариантными для тех или иных классов, например, для участников городских проектов, так и по выбору, направленные на развитие умений, формируемых в основных учебных предметах, например, практикум по математике, практикум по анализу текста и другие. И вот такие курсы могут предполагать скомплектование группы изучающихся разных классов в соответствии с результатами школьников в оценочных процедурах. Так вы сможете гибко реагировать на потребности обучающихся и сделать свою программу максимально для них полезной. Важно, что для всех курсов формируемой части должны быть разработаны рабочие программы наряду с программами обязательных предметов. Сравнивая действующий и новый стандарт, следует отметить, что предметные области остались без изменений. Появилась возможность выбора изучения ряда предметов на базовом или углубленном уровне, наличие внутри предмета математика учебных курсов алгебра, геометрия, вероятности, статистика, а внутри предмета истории учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». Кроме того, изучение родного языка и родной литературы, а также второго иностранного языка реализуется при наличии в организации необходимых условий и возможностей в первую очередь, а также по заявлению родителя или законных представителей обучающихся. В следующих видео мы расскажем о том, как составляется учебный план для начального и среднего уровня образования, а также для классов участников городских проектов.